Я вообще не понимаю, что за трабла свалилась на плечи наши. Ну, понятно, что у Толяна проблемы в жизни финансовые. Он поехал в командировку, попросил меня присмотреть за Катькой его. Ну, я и присмотрел, все, как он и сказал. Поселились мы вместе в его квартире. Я за Катькой присматривал. Командировка была не короткая, два года. Не знаю, почему на меня он бочку катит. Знал же я, что никому в этом мире доверять нельзя. Что предательств полон мир и жизнь рука об руку с предательствами идет. У нас тяжелая ситуация состоялась в жизни. Ипотеку нечем было платить. А ты, друг мой с детства называется, попросил тебя присмотреть за Катькой. И что? Приезжаю я и вижу вас вдвоем. Два года всего лишь попросил вас ждать. Ну что? Что с вами не то? Толян. Ну что ты до Егорки докапываешься? Ну ты же прекрасно создал эту проблему с ипотекой в наших отношениях, чтобы иметь повод слиться куда подальше на два года. До этого вахтами работал. Вообще непонятно. Ну и ж уж понятно, что ты все так и спланировал. Как ты можешь доверять тем, кто не способен вес доверия выдержать? Это и так понятно было с самого начала, что все именно так и будет. Неужели для тебя это открытие, дорогой? Ну о чем вы говорите? Я думал, честно говоря, что человек отличается от животного тем, что способен управлять своими внутренними мотивировками, инстинктами. Всего лишь два года. Такая проблема в жизни. Я думал, что временем можно проверить эту любовь, что все по-настоящему у нас. Да и к тому же, ну Егорка, это же мой друг. Ну все правильно, я вообще не понимаю, в чем проблема. Ты мне оставил Катьку, чтобы я за ней присматривал, отмахивал от нее других парней. Она-то у тебя дамовидная, всегда приглашает взглядом за ней приударить. Ну присматривал я за ней, а как ты это видишь? Ну я вместо тебя просто присматривал. И вообще, давай немножко посмотрим на то, как обстоит вопрос. Ты же до этого постоянно слонялся по вахтам, чтобы иметь повод не пребывать с ней лицом к лицу. Получается, не я, так кто-нибудь другой. Ой, мальчики, перестаньте, я к этому привыкла. У меня, знаете, в моей бухгалтерии почти у всех моих коллег, у девочек, их мужья работают вахтами. И все прекрасно понимают, что когда они на вахте, они там друг к другу в любви признаются, вот говорят друг другу, как скучают. И прикиньте, каждый из них думает, что они ездят на вахту, чтобы деньги зарабатывать. Ну понятно, они себе придумали эту работу, чтобы иметь возможность не бывать дома и имитировать бурную деятельность. А на вахте там в картишке и в доминошечке друг с другом играют. Все это понятно. Такая даже ситуация была, история, как у Таньки-то ее, да, Валерка, по-моему, был на вахте, но у него там месяц через неделю вахта. Так вот, как-то у них там станок заглох, и отдых у них был не неделю, а две недели. Так они там чуть друг друга у горла не перегрызли, уже ненавидеть друг друга нашли. Получается, эти вахты стали неотъемлемой частью их семейной системы. Если слишком долго они будут вместе, то начинают друг друга ненавидеть. Блин, хорошо, что люди вахты придумали, чтобы хотя бы таким образом спасать напряжение в этих семьях, или как там они? Не хочешь ли ты сказать, моя дорогая, что я специально создаю эти трудности в нашей жизни, чтобы таким образом чувствовать себя занятым, их решая? И что эту проблему с ипотекой, и вообще в целом ипотеку, мы с тобою взяли, заранее зная, что не сможем с ней справиться, но зато у нас был бы повод, хоть какой-то, который нас объединяет, и повод мне в эти командировки далекие ездить. Это что получается? Ты хочешь сказать, что я специально создаю эти проблемы, чтобы быть занятым их, решая, чувствуя себя нужным? Какая разница, что я хочу сказать? Ты уже сам все сказал. Ну а раз сказал, значит понял. Это же ты сказала, а не я сказала. А раз ты сказал, значит понял. Ты же можешь понять только то, что сам проговариваешь многократно. Ну ты помнишь, но ты же постоянно всегда создаешь себе проблемы на ровном месте. Долгов у тебя куча. Тебе постоянно звонят те люди, которым ты деньги должен. Ты постоянно ныкаешься и трубку не берешь. Глядишь в пол с виноватой мордой лица. Ну это же для тебя привычная среда благосостояния. Разве не так вообще? Думаю, это никогда не закончится. У меня же такая же тема. Ну да, Толян, помнишь, я тебе работу нормальную предлагал, где у тебя была возможность использовать все твои навыки и знания и очень даже хорошо зарабатывать. А ты мне помнишь, что ответил? Ты мне сказал, нет, потому что достаточно зарабатывая, у меня не будет возможности себя обвинять, что у меня не хватает денег. Поэтому и так же и здесь. Ну давайте хотя бы здесь, пока мы втроем и не превратились в животных. Но мы же люди, ты же помнишь, да? Ты же хочешь видеть нас людьми. Будем честны с собой. Давай начнем вот с того. Ты готов признаться самим собой, что ты создаешь эти проблемы, эту ипотеку, и сложности с выплачиванием этой ипотеки, чтобы иметь возможность решать задачи, что ты создаешь проблемы, чтобы их решать. Разве не так? Ну давай хоть признаешься себе хотя бы на мгновение. Ну да, получается. Я же и деньги беру в долг, чтобы их не отдавать и бегать, а тех, кому я должен. И сбрасывать номер телефона, когда мне звонят. Вот оно, что получается. Бээээ, ну наконец-то ты нашел в себе силы быть честным с собою. Я хоть вижу, как ты восстанавливаешь уважение к себе, а то всегда как тряпка пустая, бесстыжая ходишь. Еще знаешь, что я тебе скажу? Ничего у нас с Егором не было и быть не может. Мы разыграли эту сценку, чтобы показать тебе, как ты всегда жадно ищешь ситуации и события, чтобы вновь и вновь использовать их как повод твоей ущербности. Я всегда тебе верна была, есть и буду, Толя. Да, Толя, у нас с Катюхой вообще ничего не было. Я не хотел быть гнидой, которая что-то делает за спиной своего товарища. Ты, конечно, знатный искуситель и прямо все сделал для того, чтобы мы с ней проживали на одной территории целых два года, когда она побрякивает своими ягодичками у меня прямо перед глазами. Но нет, я не готов жить в пространстве всяких обманов и уводить взгляд. Я вот смотрю сейчас прямо на тебя, тебе лицом к лицу в глаза твои и говорю тебе, ты можешь быть спокойным. Ты хочешь видеть нас обманщиками, но мы тебя никогда не обманывали. Вы меня никогда не обманывали? А я всегда считал, что вы обманщики. Я же на протяжении всех этих двух лет в командировке почти каждый час и каждую минуту представлял, как вы там спите у меня за глазами и за спиной. И, честно говоря, мне даже нравилось об этом думать, потому что я думал, что этот мир – это предательство, обман, и никому доверять нельзя. Ты пойми, дорогой, смотри, в долгосрочной перспективе люди совершенно не обладают свойствами. Они становятся именно такими, какими ты привык их видеть. Ты знаешь, как нам было сложно бороться с этим искушением и соблазном? Ты привык видеть нас обманщиками и обманщицей, и нам было необходимо прикладывать усилия над собой, чтобы оставаться честными. Неужели ты не понимаешь силу активных ожиданий? И что в зависимости от того, какими ты людей видишь, такими они и становятся в твоей субъективной реальности, а никакой другой реальности у тебя нет, братуха? Ну да, Толян, мне тоже, знаешь, как хотелось считать тебя дурачком, который оставил свою подругу и меня у себя в квартире и уехал на два года. Я прямо чувствовал такое искреннее желание в себе думать, что ну ты дурак, как можно быть таким дураком? Ну ты тупой. Но каждый раз, когда эти мысли во мне рождались, я щипал себя за бедрышко и говорил Егор, оставайся человеком. Толя пошел решать важные задачи. Егор, если ты будешь тренировать в себе способность видеть его хорошим, умным и способным, то ты таким образом исцелять не только будешь его, но и себя. И знаешь, у меня после этого стали проявляться какие-то мысли, которые иногда дают мне силы. Я тоже привыкла с детства воспринимать, знаете, мужчин, только тех, которые меня хотят или не хотят. Для меня все мужчины это потенциальные или уже деспотенциальные, знаете, половые сексуальные партнеры. Но потом, когда я перестала так их воспринимать, я стала воспринимать их нормально, как людей и девчат, как людей, а не как своих конкуренток. Раньше любую, любую девушку считала своей конкуренткой и думала, что она против меня настроена. Потом, знаешь, я нашла в себе силы считать, что никто против меня не настроен. Все они нормальные. Надо себя знать. И тогда мой мир начал меняться. Помнишь этот момент, да, когда я и тебя перестала бочку на тебя катить? Помнишь, да? Только. Ну да, конечно, помню. Но мне было тогда так тяжело не получать привычные удары по лицу от тебя, что я придумал себе как можно быстрее очередную командировку, чтобы смыться с дома. Но мне понравилась эта мысль, что это я людей выбираю видеть обманщиками. Что даже когда нет повода их обманщиками видеть, я все равно думаю, он на меня косо посмотрел, значит, он обманщик, что-то замышляет против меня. И вы знаете, ко мне пришло такое озарение, и мне тоже приходит озарение, братан, озарение! Ко мне приходит озарение, что я вижу всех обманщиками, потому что я сам обманщик. Я помню, в детстве у меня есть такое воспоминание, когда у меня мама спросила, как я себя чувствую. А я сказал, что у меня живот болит, хотя живот у меня не болел, я ее обманул. И папку я тогда обманул, что у меня живот болит, хотя не болел. А обманул я их, чтобы иметь возможность в школу не идти. А они мне такие, значит, разрешили мне в приставку поиграть, значит, поспать подольше. И я понял тогда, что обманом и имитацией болезни можно так много всяких сладостей, конфеток и халявы получать. И вот я начал с тех пор обманывать, но каждый раз же знаю, что вру. Получается, что я других вижу обманщиками, потому что я сам обманщик. Ха-ха-ха-ха-ха, я тоже что-то такое вспоминаю. Помнишь, еще мы с тобой когда-нибудь были знакомы, мне, по-моему, было лет восемнадцать, но за мной приударил один папин знакомый. Ну, не намного меня старше, конечно. Ну, помладше папки был. И он мне такой, он мне помнишь, что платье было нужно. Я такой, купи мне платье. А он мне такой, ну, я тебе не куплю платье. А я ему говорю, ну, я надеюсь, ты настоящий мужчина и позаботишься обо мне. И он тогда так стушевался и купил платье. И я подумал вот тогда, ну, как хорошо все эти фразы работают, что все эти мужички могут болтаться на нитях марионетки. Надо просто говорить им, ну, ты же настоящий мужчина, ты же не оставишь меня в обиде. И ты, знаешь, всегда срабатывал. Получается, что именно из-за этого я и делала свою жизнь адом, окружая себя только теми, кто на мое вранье и плелся. Ну, да, получается, если мы найдем себе силы перестать этой дичью заниматься, если мы перестанем жрать других людей, воспринимать их как средство, то мы перестанем видеть других обманщиками и сами перестанем врать, в конце концов. Это единственное условие, при котором возникновение человеческих взаимоотношений будет возможным. Вам это не кажется, мои дорогие? Ну, да, но пока мы здесь втроем, и никто из нас, никто другой нас не слышит. Да, если кто-нибудь узнает, что мы об этом разговаривали, все равно никто не поверит. Ну, вы знаете, этот длинный путь в оповыдавливанию себя раба настолько болезненно, а что если я рожден рабом? Каким рабом рожден? Что за ерунду ты говоришь? Ты не рожден рабом. Если у тебя есть возможность сейчас эти звуковые волны превращать буквы, а буквы слова в слова в предложения, значит, у тебя в мозгах есть достаточно ресурсов, чтобы контролировать себя, упорядочивать. Кроме того, я вижу, что ты и сфинктером можешь своим управлять, и даже мочеиспускательным каналом, и значит, не начинаешь здесь все вокруг пачкать своими испражнениями. Значит, ты умеешь себя контролировать, и, видимо, ты, значит, можешь стать кем считаешь нужным. Вопрос лишь в том, а найдем ли мы троем с вами силы разрешить себе перестать рабами быть? Если не быть рабами, то тогда быть кем? Кем я даже не знаю, но вы знаете такие темы, что даже хочется потише говорить, чтобы никто не услышал. Но кем я точно не хочу быть? Это человеком, который, короче, обманывает себя и других людей. Поэтому, ладно, у меня там должок есть. Пойду верну деньги, которые должны. Парочка невыполненных обещаний. Одно из них закрою сейчас и перестану думать об этом день ото дня. Это же как дырки в сердце. А одно прям созвонюсь и скажу, дружок, я тебе там обещал, давай переструктурируем наши договоренности, потому что я этого делать не буду. Ну вот, короче, вот что я буду делать, а кем быть, это уж решайте сами. Вы знаете, я заметил, что всегда ключевые задачи у нас прямо в голове висят, в оперативной памяти. Нужно себя избавлять от них, их решая. Не находите? Я же говорил, никому верить нельзя, весь мир предательства. Че вы меня обманывали эти два года? Я старался, работал ради нас всех. Егор, мы проделываем эту ситуевину с Толей уже 384 раз. Смотри, даже 384-й эксперимент закончился тем же самым результатом. Он вернулся на привычные рельсы своего мышления и своих убеждений. Неужели ты думаешь, что имеет смысл продолжать наши попытки по извлечению его из его скорлупы? Я думаю, мы справимся. Извлекая его из скорлупы, мы себя из скорлупы извлекаем. К тому же в этом мире кроме нас троих больше никого и нет. Да, ребята, если я не дам вам этот театр, то чем тогда заполнять нам эту пустоту и вакуум бесконечного времени и пространства? Вы же понимаете, что мы напяливаем на себя морды этих лиц и эти фразы, которые проговаривали миллиарды раз, что здесь, что в другом месте. Я же для вас стараюсь. Да, я все понимаю. Слушай, эта тюрьма не вовне, эта тюрьма внутри. И вообще, что это за странный веер у меня в правой руке? Я же даже не верчу им, я же просто держу. А, я поняла, я снимаю таким образом напряжение. Ну ладно, ничего, маленькую дырочку сегодня залатали, от веера можно избавиться. Но что, Толян, когда в командировку поедешь, долговато ты здесь задержался. Да, прямо сейчас поеду, я же ради вас стараюсь, только смотрите у меня. Эх, предаете, я же ради вас стараюсь, а вы так плохо себя ведете. Ух, спасибо, что дали поесть этих эмоций и подтвердить привычные убеждения, что все вокруг обманщики. Все, я поехал, надеюсь, в следующем цикле хоть что-нибудь у нас получится. Не переживай, братишка, все получится. Капля за каплей камень точит. Не требуй от себя резких изменений. Они протекают диффузно. и подога. Продолжение следует...